МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Дедюшка будто бы сам напророчил свою гибель. Все его экранные герои ходили по лезвию ножа. Твари! Ублёнки! Но и в жизни актёр себя не жалёл. В киноплощадке и пресс-конференции Дедюшка снова выехал на встречную полосу и погиб вместе с семьёй. Он настолько какой-то был, ну, как сказать, позитивный человек, настолько он любил жизнь. Потом он очень поздно же начал сниматься, и вот вдруг у него вот это пошло массой. Не о такой актёрской жизни он мечтал. Жил в общежитии, работал за копейки, едва сводил концы с конца. Чтобы как-то подзаработать, Дедюшка занялся предпринимательством. Ну, например, я знаю, что он вплоть до того, что картошкой торговал. В 33 года Александр решил покорить столицу. Ну, и вот через какое-то время, проработав энное количество лет в театре, он всё-таки рискнул. Каким? И это был почти ультиматум. Света, ты мне нравишься. Выходи за меня замуж. Если согласна, значит, завтра собираемся и едем. Влюблённые переехали в Москву. Через три года, когда Светлана поняла, что ждёт ребёнка, они поженились. Семейственность для Александра Дедюшки – это было святое, потому что ради этого он тренировался, занимался рукопашным обоем, чтобы защитить свою семью. Ради этого он ходил, железо тягал для того, чтобы показаться, чтобы быть примером для своего Димки. Целых пять лет Дедюшка пробивался в большое кино. Ютился с женой и маленьким сыном Димой в коммунал. У него мечта была одна. Он строил дом, он жил в коммуналке, он же не москвич, в общем, в коммуналке с женой, с ребёнком. Он хотел, чтобы всё было – дом, семья. Александр – это была комедия, о которой так мечтал Саша. Эту роль он ждал долго, но всё равно попросил изменить концовку. Была такая идея, что герои умирают, но есть замечательная фраза – «От счастья не умирает». Настоящую историю придумать нельзя. Лучший сценарист – это жизнь. Премьера спектакля состоялась 27 октября 2007 года. Но выйти на сцену Саша смог всего дважды. В это же время полным ходом шли съёмки у режиссёра Владимира Бортко. Роль Александру очень понравилась. Я снимаюсь параллельно в фильме «Тарас Бортко». Там мне, конечно, по материалу гораздо интереснее. Не хотим тебя больше! Уходи! Исторический фильм, костюмы, лошади. Он ушёл из жизни на пике популярности. Ушёл тогда, когда начали сбываться его самые заветные мечты. Кукубенко выбрать! Фильм Владимира Бортко.